Маша, привет! Привет! Ой, у тебя новая прическа какая-то, да? Да. Привет. Так, у нас... Нравится. Так, слышимость нормальная, видимость нормальная. Да. Здорово. Слушай, я так рада нашей с тобой коллаборации. Мне безумно понравилось вот то, что ты вот это затеяла, вот эту всю тему. Про здоровье, про здоровый образ жизни, что у тебя свой канал, и ты будешь его развивать, правильно? Да, да, у меня много идей. Сейчас, правда, ещё работаю, но вот как только нахожу время, снимаю видео. Знаешь, почему я так радуюсь, Маша? Не догадываешься? Честно говоря, нет. Ты знаешь, я работаю в основном с возрастным контингентом. То есть это женщины, которых клюнул петок за всякие места, которые уже все накопили хронических заболеваний, и они приходят ко мне, как вот за какую-то последнюю соломинку цепляются, что вот да, я их научу каким-то таким-то таким-то методом, приёмом, да, как можно себя оздоровить. Я постоянно вращаюсь вот в среду своих ровесниц. Конечно, мне очень здорово, мне очень понятно, близка эта аудитория и её чаяния, и я нахожусь не очень хорошо, это общий язык. Но у меня дефицит молодёжи. Ко мне очень редко обращаются молодые, вот действительно молодые. Ну, нет, есть, 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 конечно, молодёжь, но очень мало, очень редко. Я прекрасно понимаю, что причина тому, что их не клевал никуда петух. То есть у молодого организма достаточно много ресурсов, ресурсности, да, как сейчас это модное слово, ресурс для того, что их организм держал их на плаву, не давал им скатиться куда-то там в этих заболеваниях. Поэтому они живут и наслаждаются жизнью. Поэтому мне чрезвычайно радостно, когда приходит молодёжь, обращаются за какими-то советами, покупают у меня там книги, курсы. Или вот как ты сама тоже уже, и будучи, ну, пройдя уже опыт, да, ты уже теперь хочешь этот опыт нести дальше, да, учить ещё кого-то. И мне это прям вот бальзам на мою душу, потому что вот обращаясь к книге Марвы Аганян, «Экологическая медицина. Путь будущих цивилизаций», да, меня прям очень цепляет вот эта фраза, путь будущих цивилизаций. И вот как раз молодёжь такие, она вот же и является как раз вот, да, началом этого пути. То есть будущая цивилизация, от кого уже не от нас, а уже от молодёжи теперь, получается, зависит. Поэтому очень важно, что молодёжь уже тоже проникается этими знаниями, как по-настоящему здоровый образ жизни, а не какой-то там, да, придуманный. И ты одна из них. И мне вот при чрезвычайне здорово с тобой общаться, да, то, что мы с тобой уже и записывали совместные видео, и опять встречаемся. И поэтому у меня вопрос именно к тебе связан с тем, почему ты, будучи молодой, цветущей девушкой, почему ты вдруг обратилась к какому-то нетрадиционному опыту оздоровления себя, приведения себя в ещё более какую-то, наверное, не знаю, идеальную форму, что тебя подтолкнуло обратиться к учению Марвы Аганян, пройти этот опыт, совершенствовать своё питание. Ты даже и ко мне обращалась, да, в какую-то за эту помощь. Что тебя толкнуло? Началось всё с далека. В общем, если прям совсем далеко смотреть, то хотя я родилась в обычной нормальной семье, у меня достаточно хорошие родители, и я знаю, что они заботились обо мне как могли и о друг друге как могли. Возможно, мой ответ будет необычным, он такой какой-то издалека. Но так случилось, что когда мне было ну там лет не помню уже сколько, ну как раз перестрочный такой период закончился, и меня запил дед. Причём хороший, трудолюбивый человек, всё. Ну и потихонечку он так скатился, и я как ребёнок взяла это как ответственность на себя, я с ним разговаривала, я пыталась найти причины, он... Мы действительно друг друга как бы любили, но что я могу сделать? Маленький ребёнок. Но дети, они так устроены, что они думают часто, что вот если что-то происходит, то дело во мне. И потом, когда он умер, потихонечку начал скатываться мой отец в ту же яму. Тоже трудолюбивый, заботливый, улыбающийся человек. И вот, наверное, с тех пор я задалась целью и вопросом, что такое счастливая семья, как её построить. я спрашивала, везде ходила. Ну, мне говорили какие-то такие общие истины, но я не находила в этом удовлетворение. И потом нашла книжки какого-то психолога, и впервые у него встретила такую идею, что вообще-то, если ты хочешь, чтобы у тебя были хорошие отношения, нужно позаботиться о себе, а если ты хочешь, чтобы у тебя было хорошее настроение, силы, желание что-то делать для себя и для других, то тебе никак не обойтись, если ты не будешь заботиться о своём здоровье. Вот. И вот тут у меня пазл сложился, что я вспомнила, да, какие-то моменты связанные с тем, какая культура заботы о здоровье была там психологическом и физическом в нашей семье, и я дальше продолжила в эту тему копать. Постепенно работала над темой отношений, связанных там со своим мужем, и в начале у нас было очень много трудностей, недопонимания. У меня было такое ещё связанное со здоровьем, что я в детстве много болела ОРЗ, ОРВИ, у меня животик часто болел. И, ну, как бы считалось, что это, в принципе, нормально. И, когда я выросла, я начала копать вот в эту тему психосоматики, и там я открыла какой-нибудь синельников, уэзахей, значит, если у вас болит горло, это невысказанные эмоции. Я, конечно, поняла, что это невысказанные эмоции, да, я там стал ходить, учиться, высказывать эмоции. Это классно, это хорошие навыки, но что-то мне это на самом деле до конца не помогло. Я поняла, что, ну, тут тема не такая простая. И вот, поехав на очередное обучение к психологу одному, она там поделилась тем, что она о своем здоровье, у нее серьезное заболевание, было аутоиммунный тироидит, который считается неизлечимым. И ей просто сказали, ну, давай до конца жизни, на гормонах и так далее. Мы ничего с вами сделать не можем. Но она искала, искала и в итоге вышла на Марву Огонян, на вот эту тему. И она с нами поделилась и сказала, ребята, это все классно, нужно развивать навыки построения отношений, но если вы будете больные, то силы не будет. И она нам дала какие-то первые вешки, вроде того, что познакомиться с этой книгой и попробовать делать разгрузочный день там один-два по Марве Огонян. Ну, я уже тогда практиковала вегетарианство, но это было такое неосознанное на самом деле. Я не очень изучала тогда эту тему, просто там как-то интуитивно шла. и мне было достаточно более-менее легко принять, что есть такое. К тому же, несмотря на то, что, например, моим родным, бабушке или маме, было трудно увидеть, что я там вегетарианин, на самом деле они же меня когда-то исподвигали тем, что они сами проводили какие-то чистки, бабушка у меня голодала, я помню. И, в принципе, в моей памяти как ребенка это отложилось как часть жизни. Конечно, я сейчас вижу, что они там кучу ошибок делали, там еще что-то, но в целом уже зернышки были посеяны, то есть я не могу сказать, что это запало на пустую почву. И я продолжаю на самом деле то, что мне перешло. И я, когда начала изучать по Марве огня, я вот у меня просто глаза открылись и пазлы стали вставать. У меня такое вдохновение было, я начала делать свои первые попытки, но мне не хватало опоры, какой-то поддержки, опыта какого-то, у кого можно перенять, потому что все-таки у Марвы у нее свой язык и какие-то моменты в книге она упускает, а когда ты неопытен, не всегда понимаешь вообще вот этот текст, он про что. И поэтому с каким-то попеременным успехом я начала это дело практиковать и продвигаться. И в частности меня вдохновляла информация о том, что вот эта женщина, которая поделилась с нами и которая меня вдохновила, она шла по этому пути она обратилась, она поехала к Марве Агонян и она на протяжении нескольких лет работала, работала, работала и сейчас точно не знаю сколько прошло, 5 или 6 лет она вылечила аутоимон и тироидит. Да, и она продолжает эти знания нести, делиться и вот одна эта история живая это было на тот момент моей опорой и я думаю, ну я вдохновляла. Когда вот такие чудесные истории происходят на твоих глазах это чудесная история на самом деле поздравление ну блин, просто хочется песни петь во все горло и вот услышите люди услышат что да это работает блин это просто счастье просто счастье да да я тоже очень радуюсь за нее и в какой-то момент я тоже так подзасыпала немножко отвлекалась от этой темы потом начала это практиковать для того чтобы самой выздоравливать было тоже у меня как-то сильное очень заболевание ОРЗ или ОРВИ и я помню что у меня от антибиотиков ну организм плохо реагирует и я на свой риск и страх провела вот это соковое тогда воздержание более длительное там чем один-два дня и мне практически сразу такое облегчение наступило и после этого в нашем доме стало пустить аптечка все пустить 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 а раньше кстати я вообще привыкла жить с тем что у меня были какие-то постоянно брызгалки для горла антибиотики должны были обязательно и еще что-то там короче аптечка была такая приличная в итоге там наша аптечка сократилась до того что там остался там бинт ликопластырь ну и что-то такое и болеть я реже стала тем не менее в какой-то момент времени я осознала что это конечно хорошо но какие-то глубинные свои задачи я не решаю плюс на тот момент у меня обострились трудности со здоровьем там по-женски и я поняла что я хотела бы пройти вот эту программу по полной но у меня нету возможности выбраться к Марве Огоня и я искала искала варианты и нашла тебя твой канал стала изучать меня это стало так вдохновлять я просто могу сказать можно мужа спросить что я целыми деньами подряд пересматривала по порядку все твои видео которые были сняты на тот момент я их конспектировала те которые могла и мне важен был как практический опыт ну какие-то рекомендации так мне было важно и твое эмоциональное переживание потому что я чувствовала что я не одна в этой теме и то что ты рассказывала оно очень перекликалось ну в итоге вот я пришла к тебе ну и дальше продолжаю этот путь потихонечку еще что хочу сказать вернувшись к отцу и к деду с историей с их алкоголизмом для меня то что Марва открыла новую грань того как можно посмотреть на вот эту тему зависимости с точки зрения обмена веществ это было потрясающе и сейчас ну я вижу что это такая комплексная задача там конечно и психологически важно работать но и физически восстанавливать правильный обмен веществ очень-очень важно и ну для меня вот этот пазлик какой-то сложился такого комплексного целостного представления что тогда вообще происходило с нашими семьями и мне кстати тогда казалось что я одна какая-то такая особенная что у меня такое в семье происходит но оказалось что ну к сожалению это такая более-менее такая печальная норма и вот сейчас я уже более позитивно на все это смотрю да кстати я перестала бояться рака потому что я потому что я теперь понимаю как это работает вот конечно для того чтобы этого не происходило нужно заботиться о себе от того что ты просто не боишься ничего не изменится нужно принимать разумные меры но раньше мне это казалось чем-то таким эффичным и непонятным все говорят ой мы не знаем какие тут причины кто-то там говорит это обиды на родителей кто-то еще что-то вот тот взгляд который мне дала натуропатия потом после Марвы я уже начала с другими авторами знакомиться он предал мне уверенности что эта штука существует но можно понять и разобраться как с ней работать вот как-то так так как как Продолжение следует...